Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Голос Истины. Я сейчас выставлю один ролик. Это армянский журналист задает вопросы работнику Министерства иностранных дел Российской Федерации. В конце скажу самое главное, что я хочу по этому поводу сказать. Поэтому давайте минут 3-4 послушаем. Временами наверняка я буду комментировать, но самое главное я скажу в конце. Давайте послушаем. Баку препятствует доступу армянских сельнослушателей и паломников в Дады Ванг. Таким образом, азербайджанская сторона нарушила заседнутое при посредничестве российских веротворцев соглашение, согласно которому верующие могут впадить и совершать обряды в монастыре Дады Ванг. Еще 14 ноября 2020 года президент России в разговоре с президентом Азербайджана подчеркнул важность обеспечения сохранности христианских храмов и монастырей и их нормальной церковной жизнедеятельности в районах зоны Нагорного-Карабахского конфликта, перешедших Азербайджану. Несмотря на это, Азербайджан не только продолжает разрушать армянское христианское наследие в Нагорном Карабахе, но и перепятствует организации церковных служений в Дады Ванге. Как вы оцениваете действия азербайджанской стороны? То есть вопрос, да? Вроде бы вопрос. Но она там читает, это понятно, журналистка, это нормально. Но вопрос, из чего состоит? Прозвучает только в конце одна фраза. Как вы оцениваете, как вы на все это смотрите? Смотрите. Но самое главное, идет информация о том, что Азербайджан так делает, Азербайджан так делает, Азербайджан уничтожает армянское христианское наследие. Азербайджан не пускает армян куда-то там в какой-то церковь и так далее и тому подобное. То есть идет информация, да? Нормально. Пускай. Что дальше происходит? Отвечает представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мы всегда уделяли особое внимание вопросам культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе и приликающих районах. Это все знают. Он что, читает? Он что, читает? Да, конечно, читает. Вы представляете? Пресс-конференция. Журналисты задают вопросы. А представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации на заданный вопрос отвечает с бумаги. То есть заранее приготовленный. Это очень важный момент, дорогие друзья. Тут задается, по-моему, 3-4 вопроса со стороны армянской журналистики. И на все вопросы он отвечает, читая с бумаги. Я, честно говоря, честно говоря, возможно, были такие случаи, но я впервые такое вижу. Первые такое вижу. Ну, отвечает, пускай отвечает. Поскольку мы убеждены, что это важная гуманитарная тема, которую мы также регулярно поднимаем в контактах с официальными представителями и Баку, и Еревана. Российские миротворцы сопровождают группу паломников, которые посещают монастыри. Дадиванг, Амарас и Ганзасар. Всячески поддержим скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион, которая могла бы на месте дать квалифицированную оценку состояния дел. Проблема находится в поле зрения соприседателей Минской группы ОБСЕ. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, пожалуйста. Смотрите, что происходит, дорогие друзья. Журналистка обвиняет Азербайджан во всем. Во всем. Отвечает представитель МИДа России шаблонами. То есть, на последний вопрос журналистка он не отвечает. Как Россия оценывает, думает об этом и так далее, там подобное. На все это, что делает Азербайджан. Российский представитель отвечает просто хвалит. Мы там миротворцы, мы там сопровождаем армян в какие-то церкви и так далее. Мы все держим под контролем и так далее и так подобное. Я скажу в конце, почему так именно происходит. Так, второй вопрос. Да, она задает. 28 июля Азербайджанская сторона начал наступательные боевые действия на границах Армении, на участке от населенного пункта Сотк до Вериншоржа перед предстоящими переговорами в Москве. С армянской стороны трое погибших и еще четверо военнослужащих ранены. Азербайджанские вооруженные силы ввели обстрелы в направлении Сел-Сотк-Утк-Утк-Азад-Нурабак-Мириншоржаги от Кунигской области, нарушая и ставив под угрозу мирную жизнь местного населения. Как вы оцениваете то, что азербайджанская сторона идет на умышленное обострение ситуации в условиях, когда с 12 мая на суверенной территории Армении незаконно находятся вооруженные силы Азербайджана, а его руководство предъявляет территориальные и исторические претензии и военные действия Азербайджана направленные против мира и безопасности в регионе. Спасибо. То есть опять же информация, выдается информация о том, что азербайджанцы опять плохие, они на этот раз уже вторглись на территорию Армении, они убивают там армяне и так далее и тому подобное. Вот такая агрессия со стороны Азербайджана, что по этому поводу думает Россия. Вот такой вопрос. Что дальше? Могу только отметить, что российская сторона серьезно обеспокоена участившимся в последнее время вооруженными инцидентами, происходящими на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Особую тревогу вызывает то, что они сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые шаги, напряженность на границе пока не спадает. В этой связи мы призываем все стороны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградации обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем. В России готовы и далее вносить активный склад в процесс нормализации обстановки в районе Азербайджана-армянской границы, в том числе через меры по деэскалации и запуску совместной работы по делимитации и демаркации границы. Эти усилия вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулированием межобщинного диалога будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности, безопасности, процветания в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года. У вас еще есть вопросы? Конечно, есть. Конечно, есть вопросы. Третий вопрос. И на этот вопрос у вас ответ написано на бумажке. Ну, дорогие друзья, ну, третий вопрос, там, естественно, опять обвинение в адрес Азербайджана о том, что Азербайджан очень плохо обращается с военнопленными, их не за что, вообще не за что, вот этих пушистых белых, таких невиновных армянских пленников мучают, там судят их и сажают в тюрьмы. И он опять же там отвечает вот этими шаблонами, вы что, вот вы, знаете, о чем тут идет речь, да, с одной стороны, идет речь о том, что вот с ее слов, да, с ее вопросов складывается такое впечатление, что все плохо между армянами и азербайджанцами, нет мира и так далее и тому подобное. Из ответов вот этого представителя МИДа Российской Федерации создается такое впечатление, что вы не переживайте, мы на месте, мы миротворцы, мы все держим под контролем, все будет хорошо, все будет замечательно. То есть без нас вы ничего не решите и ничего не будет. Это с одной стороны. С другой стороны самое главное, о чем я хотел говорить по этому поводу, да, это обычная технология сброса дезинформации. Понимаете? Дезинформацию сбрасывают вот таким образом. Для этого Министерство иностранных дел Российской Федерации представляет свою площадку, представляете, на уровне МИДа представляется площадка для сброса дезинформации со стороны Армении. Тут же понятно, все видно, все написано под сценарием. И вопросы журналиста, и ответы представителя МИДа. Все, все на бумагах. Идите вот так общайтесь, ведите дискуссию, задайте вопрос, а вот ты так отвечаешь. И все. Самое главное, я еще раз повторяю, это сброс дезинформации, ведение грязной, подлой пропаганды, антиазербайджанской пропаганды на уровне Министерства иностранных дел. Другого варианта тут вообще нет. Чисто для этого проводятся такого рода пресс-конференции. Смотрите, что происходит. Это произошло несколько дней назад, да. То есть выходит с армянской стороны, во всем обвиняется Азербайджан. Азербайджан все нарушает и так далее и тому подобное. Это сбрасывается как бы для общества. Общество все это переваривает. Зомбируется тем, что вот какие плохие азербайджанцы. Азербайджан проводит агрессивную политику в отношении к бедной Армении. Атакует, убивает пленных, берет христианское наследие, уничтожает и так далее и тому подобное. Да вот об этом тут говорилось. Именно вот такой сброс дезинформации. То есть готовят людей российского народа к тому, как они должны реагировать в случае, если что-то произойдет в Карабахе. А в Карабахе что происходит? Вдруг появляется, как всегда, Жирновский. Вы все это знаете, видели. Он начинает спровоцировать Азербайджан и азербайджанцев, оскорбляя азербайджанский народ и руководство Азербайджана, зная, что на это будет ответ. То есть начинается уже провокация. С другой стороны мы видели все эти кадры, как из Армении перебрасывается в Карабах, опять же, военнослужащие вооруженных сил Армении. Все видели, да, эти кадры. Все это говорит о том, что готовится провокация против Азербайджана, и для этого создается почва, чтобы в этой провокации российский народ поддержал провокаторов. Для этого оквилетается азербайджанская страна вот такими дезинформациями, чтобы в случае чего, естественно, народ поддержал как бы вот таких, как они, да. У народа вбивает им в голову, что в этом конфликте, естественно, Азербайджан не прав. Мало того, что неправ, мало того, что была война, мало того, что война закончилась, но азербайджанцы продолжают угнетать вот этих бедных армян, разрушают христианские церкви, убивают там на границах наших союзников армян, берут их в плен, мучают, судят, сажают в тюрьмы и так далее, и там подобное. Вот только что вот здесь вот этот сброс вот этой информации был. Мы это все увидели. Понимаете? С другой стороны, когда этот человек отвечает на все эти вопросы, в адрес конкретно Азербайджана он тут ничего не говорит. Общие фразы. Общие. Ничего. Хотя она и задает вопросы, что вы думаете, как вы расцениваете все это, как цените и так далее, а он ничего подобного. Он просто читает, мы там все нормально, все мы контролируем, это делаем, то делаем и так далее. Вот я к чему хотел, чтобы вы обратили внимание. Для этого нам нужно быть внимательнее, нам нужно... С другой стороны, вы видите, наверное, вы слышали, слушали этого Соловьева. Он, он, конечно же, моментально реагировал на слова Бахтиарзаада, Вагиф Задата, Бахтиарзаада, который ответил Жирновскому очень жестко, очень жестко. Вот тут же армяне начали по всем ресурсам. Смотрите, что азербайджанцы говорят. И тут же Соловьев подхватил это. Где он? Как он мог оскорбить Россию? Ни слова Жирновского, ни слова о том, что это была провокация, ни слова о том, что азербайджанцев провоцируют, как в свое время, когда нужно, провоцируют и казахов, и узбеков, и дагестанцев, и чеченцев. Сейчас азербайджанцев оскорбляют сначала, потом, зная, что на это будет ответка, и они ждут этого ответа, чтобы взять эти ответы, показать российскому народу, вот смотрите, какие они плохие, вас оскорбляют. Вот что сейчас происходит, да, вот с оскорблениями Жирновского азербайджанцы начали отвечать, кто-то жестко, кто-то не в рамках, и так далее, они все это растражируют. Смотрите, смотрите, то есть идет подготовка, полностью очернит азербайджанский народ, для того, чтобы, когда начнется что-то против Азербайджана, какие-то военные действия, чтобы российский народ полностью поддержал, не поддержал азербайджанскую сторону, чего было, например, во время 44-х дневной войны. Как мы все знаем, очень-очень многие россияне, очень многие россияне поддержали сторону Азербайджана. То есть, они открыто сказали, что азербайджанцы правы в этой войне, мы поддерживаем и так далее. Да, это очень сильно беспокоит некоторых сил в России, особенно проармянских сил, да, вот они вот такого рода сейчас очень грязную, подлую пропаганду ведут против Азербайджана, чтобы изменить мнение россиян по отношению к азербайджану и азербайджанцам. По-другому вот из такого рода пресс-конференции ответы вопроса, вопрос-ответа не поймешь. По-другому другого варианта тут нету. Только для этого все это и делается. Так вот, вот так происходит. Всему этому у нас есть сила. У нас есть очень мощная сила, дорогие друзья азербайджанцы, друзья Азербайджана. Это единство. Единство. Единство, которое мы показали во время 44-дневной войны. Войне и показали мы всему миру, не только нашим соседям. И эта сила нам очень сильно помогла. Поэтому опять же, как всегда, я призываю в таких случаях, моментах к единству. Только единству. Нужный момент собраться в один кулак и дальше все будет хорошо и замечательно. Что касается армян, наших соседей, соседей, если хотите мира, перестаньте лыгать, врать. Одним словом, вы не лыжете о нас, а мы не говорим правду о вас. Железная формула мира между Азербайджаном и Арменией. Вы не лыжете о нас, мы не говорим правду о вас и будет мир между нами. Другой формулы не существует. чем больше будете лыгать, тем больше мы будем говорить правду о вас. Счастья, здоровья и мирного неба над головой. Азербайджаном неба. Азербайджаном и мирного